Без наказа вылезать всех и вся, и тому подобное. Так что, такие дела. К сожалению, наше с вами время сегодня уже вышло, осталось 2-3 минуты, поэтому вопросов, к сожалению, очень много. Да, я думаю, что с чего говорить. Это человек использовали вслепую человека, а он даже не понимал, что он у нас такое оружие в чужих руках. Поэтому, давайте об этом, пусть не имеет смысла. Как сказать, он был просто орудие, робот. Робот-инструмент, а он был инструментом в руках черных сил. Не важно, что он сам по себе был, но было и то, и другое. Но, в принципе, многие вещи, которые он делал, назвать белыми, даже при самом приятном отношении, было невозможно. Вот все. Так что, все остальные вопросы, которые сегодня я не успел ответить, потому что действительно вопросов очень много, я прочитаю и, вполне возможно, дам ответ уже на следующий встрече. И тогда, так сказать, таким образом можно как-то все-таки поддерживать динамику, чтобы вопросы много, а, к сожалению, ответить просто двумя словами, типа, был не был, да нет. Я думаю, что будет приятно слушать тем, кто пришел слушать ответ. Поэтому, на заключение хочу сказать, у нас всех сегодня пришедших, сегодня, несмотря на провести врагов, у них ничего не получилось, видите, и со света, и без света мы с вами пречи провели. И, надеясь, то, что он сегодня рассказал, поможет вам немножко разобраться в сами себе, потому что моя задача, которую я вижу, именно следующее, чтобы человек получил просветление знаний, то есть, чтобы каждый человек проснулся и получил просветление знаний, то есть, стал просветленным. Потому что биороботов уже сделали черный, и даже хороших биороботов не существует. Поэтому, с моей точки зрения, единственный вариант, не просто заставить людей делать что-то хорошее, а заставить людей проснуться, помочь им, не заставить помочь им проснуться, и когда люди, проснувшись, будут действовать осознанно. Вот я, в этом вижу свою задачу, помочь людям проснуться и помочь им получить просветление знаний. А что они будут делать с этим знанием, это уже их право. Ну, надеясь, то, что надо. Вот и все. Желаю вам быть такими просветленными, и действительно использовать просветление знаний на пользу, главное, не само себе, а другим. Потому что завершающее, скажу, что... А, ну сейчас, ну, да, кто заходит. Просто хочу сказать одно целое. Просто хочу сказать, невозможно никакого развития, если человек гребет под себя. Как вот индусы говорят, что совершенствуй себя, не во что не вмешивайся, ты не имеешь права, и так далее, и так далее. Много вариантов. Это тупик. Человек развивается, движется вперед через действие. Вот когда вы совершаете действие, вы движетесь или вперед, или назад. В зависимости от того, что вы делаете. Конечно, ничего не делать тоже действие, да? Но, извините, это пустоцветие. Вы ничего не делаете, ни хорошего, ни плохого, но не двигайтесь ни вперед, ни назад. Это тоже не лучший вариант, чего вы ничего не делаете.